здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом жульена из грибов у ночь вкусный готовится очень легко а как это делается смотрите сами но жульен вообще все просто она понадобится лук соответственно грибы которые я еще не чистила сейчас вам покажу что с ними нужно делать я их не мою а я их чищу почему не мою потому что в грибы как губка начинают убирать себя воду а нам лишняя вода совсем абсолютно не нужна и так что же дальше нужно масло сливки вот у меня здесь буквально пакетик 350 грамм соль мука и сыр так и что мы делаем с грибами мы их просто берем у меня такой замечательный ножичек маленький и снимаем вот эту пленку все-все-все она у вас как раз на ней если есть какой-то песок или что-то мы сейчас с вами говорим ребят про шампиньоны шампиньоны можно есть сырыми поэтому вот в некоторые салаты они просто добавляются сырыми поэтому их не моют ну правильно права повара их не моют вот потом берем вот так вот чуть-чуть собираем с ножки если какой-то песок или грязь есть и кончик срезаем потому что на кончике тоже бывает что-то остается и вот такой грибок у нас получается и все все это очень быстро легко отходит поэтому мыть их не нужно еще раз повторяю вот видите как нож засунули вот так вот и пальцем прицепили зажали пальцем то есть не прицепили и все это так вот легко все снимается вот и весь грибок чистый у вас надеюсь что понятно вот я и для супа их тоже также делаю не не мою так после того как мы с вами грибы почистили нам с вами нужно их порезать резать абсолютно можно произвольно оторвать шапку шапочку и порезать отдельно ножку и вот вот сделать такие вот тонюсенькие ну не совсем тонюсенькие ну вот такие кусочки можно просто резать это уже на ваше усмотрение как вы любите как вам удобно на самом деле они никак вам удобно а как вам хотелось бы чтобы вы когда кушаете жульен что у вас там попадалось слишком мелко или такой все-таки кусочек гриба был поэтому я уже режу это вот так вот это наверно все таки пополам надо вот такое непростое действие нужно произвести действие вот грибу будет много так следующий этап это лук а лук нам здесь нужен с вами такую большую буковицу взяла на это большое количество грибов вот такими кусочками могу сказать что это полукольца это наверно четверть кольца вот такими кусочками вот сейчас нашу беру вот не очень толстая не совсем тонко чтобы не совсем прозрачно и вот такими кусочками я не профессионал я любитель режу я и быстро и может быть не так красиво поставили разогреваться сковородку и наливаем растительное масло вот и ждем когда немножко у нас все это согреется масло разогрелось выкладываем сюда лук лук можно пожарить прям вот до мягкости до мягкости я немножко даже масла еще добавлю потому что сейчас лук уже почти готов уже будем добавлять грибы они тоже требуют определенного количества масла сейчас еще немножечко так я конечно немножко моем понятии чуть-чуть крупновато лук порезала ничего страшного старайтесь чуть чуть потоньше делать теперь отправляем лук наши были вот и все перемешиваем это было большое количество масла теперь вообще его нет грибы на себя тоже все забирают вот видите мы с вами грибы и мыли и у нас нет абсолютно не такой жидкости если бы мы с вами помыли грибы то тут бы сейчас уже все плавало бы так много было лук и грибов да а сейчас все это настолько ужарится что не так уж это и много будет ну вот на этом этапе уже можно солить сейчас посолим перемешиваем и выливаем сюда наши сливки весь пакетик повторюсь 350 грамм а вот здесь самый важный момент наши сливки с вами закипели не чуть-чуть это все перемешивая вот даем всему этому делу прогреться пробуем еще раз на вкус на соль у меня соли не хватает поэтому я сейчас еще подсолю еще раз перемешиваю довели до соли вкус правильный и теперь вот беру муку видите прям щепотку и чуть-чуть вот буквально чуть-чуть этого достаточно присыпаю наши грибы и еще раз перемешиваю мука сейчас все это соберет воедино и соус будет такой слегка густенький не густой а прям вот слегка густенький и это нужно все теперь прогреть сейчас на глазах будет немножко видно что соус уже будет более да вот уже он такой вот прям густоватый мукой не увлекаетесь все вот на этом этапе в принципе можно и остановиться можно это вот это вот блюдо подать я уже даже выключу подать просто пюре свои отварить и подать с грибами а можно сделать по другому можно все это положить аккуратно красиво кокотницу такая штучка с ручкой они бывают железные они бывают разные называется кокотница вот кладем покладываем все это красиво жульены можно сделать заранее а потом их просто на минуточку поставить микроволновку так вот мы с вами положили да и чуть-чуть сделали шапочку из сыра всего и наш с вами жульен готов и вот из этого количества продуктов у нас с вами ребята получилось 3 полноценных кокотницы жульенами осталось их поставить микроволновку буквально минут на 30 чтобы сыр расплавился можно получать удовольствие всем приятного аппетита так но я пропищала у меня не стояли минутку и это и этого достаточно вот такая красота и ставим все это в микроволновку на большую температуру до расплавления сыра но у всех по-разному у кого-то 30 секунд у кого-то может быть минутка займет вот такой красивый жульен у нас с вами получился смотрите какой сыр расплавленный а здесь вот грибочки попадаются и лучок это очень вкусно а самое главное готовится просто ребят всем приятного аппетита а